Большой привет из Берлина! С вами Елена. Вот и наступило 1 декабря, когда Германия открывает адвентс-календари. Я на эту тему делала два видео. Оставлю все сноски на видео внизу под видео. Кликните на название. Я в одном из видео рассказала, что это такое, для чего, почему, и показала обзор, какие адвентс-календари у нас продают в Берлине. И в прошлом году я покупала адвентс-календари, показывала для мужа календарь пива. Ему, кстати, не очень понравилось, потому что, наверное, с возрастом есть определенные какие-то сорта пива, которые он уже предпочитает, и пробовать все подряд он не был готов. Поэтому ему купили вот такой с орешками. Вот такие орешки будут внутри. Ну, а мне опять я выбрала адвентс-календар. С пряничками. Мне очень понравилось в прошлом году. И в этом году я его купила. Сын со своей половинкой подарили мне календарь от шоколада Рауш. Я тоже делала экскурсию по шоколаднице. И не знаю, что я очень люблю такой шоколад. Здесь еще такое все классическое картинка. Смотрите, какая прелесть. И сейчас открою первое окошечко. Ожидание Рождества каждый день буду открывать по окошечку и наслаждаться шоколадом. Игра на публику. Вот такая вот у нас актриса. Так, продолжу. Я также делала видео про Николау Стак. Рассказывала, что это такое. И говорила, тогда был просто карантин. И все мероприятия были закрыты. Сейчас все возобновилось. В магазинах можно взять вот такие картонные коробочки. Все это заблаговременно берется. Дети разукрашивают, подписывают. И 6 декабря на Николау Стак дети получают вот такие подарочки от магазина. Там будут орехи, различные мандарины, сладости, шоколад. И, может быть, такие брелочки в магазин положат. Это все совершенно бесплатно. Это, наверное, как благотворительная акция магазина делает. Также сейчас появились проспекты, где разные рецепты, идеи празднования Нового года и Рождества. Приподниму завесу. Вот отсюда терпуют многие рецепты наши блогеры. И также еще на стенной календаре появились магазины в Германии. То, что тоже совершенно бесплатно можно брать. Это акция магазина. И вот такие листочки, которые заполняются для фаны кухонов. Но у берлиненых их называют берлинер. Такие булочки с начинкой здесь. С какой начинкой, сколько она вам нужна? Там яичный ликер с клубникой, ванилью. Эта булочка больше важна не на Рождество, а на Сильвестр. Это больше на Сильвестр будет. На 31 декабря будут немцам. Это очень как традиция. Раньше, естественно, они пекли сами эти булочки. Это булочка олицетворения Нового года. Чем больше начинки в булочке, тем больше удачнее будет ваш Новый год. Я в этом году не стала ставить елку. Я уже говорила, что у нас не будет в декабре. Поэтому просто все равно украсила немножко, чтобы было новогоднее рождественское настроение. Все, свои предисловия закончила. И поэтому предлагаю вам прогуляться на Рождественский базар. К сожалению, я не смогу заснять в этом году Шпандау и Шарлоттенбург. Но жизнь бежит очень быстро. Оставим на следующий год. Идем гулять. Рождественский рынок на Жандарм-Маркт в Берлине-Митте находится в самом начале строительных работ. Поэтому с этого года до 2024 рождественская ярмарка будет проводиться на Бабель-Плац возле городской оперы. Тем не менее, в плане доступности ничего не изменилось. До него недалеко добраться на общественном транспорте, например, на автобусах или метро 5 или 6 линии. Входной билет стоит 1 евро, но до обеда бесплатно. Здесь на Рождественской ярмарке можно приобрести все виды исторических ремесел. От резчиков по дереву, изготовителей гребней до литейщиков воска и портных. В деревенском и уютном Казермандль вас ждет особенная рождественская атмосфера с триольским колоритом горной хижины. В дополнение к традиционному гусиному меню и проверенным австрийским деликатесам есть особая изюминка – шпекек. В уголке бекона представлена деревенская ветчина и сыр собственного триольского производства. Поэтому очень многие предпочитают пообедать или поужинать на Рождественском базаре, попробовать различные деликатесы, которые доступны, наверное, только в рождественскую пору. Также можно попробовать уникальный глинтвейн, который называется Альпийский пунш. Прекрасное рождественское настроение улучшает еще и погода. Я гуляла днем, чтобы получилось снять для вас хорошо съемку, потому что, как я повторюсь, после обеда уже народу будет очень много, а к вечеру вообще яблоко упасть негде. Обожаю на Рождественском базаре покупать деревенский хлеб. Он приготовлен в печи, которая топится дровами. Вот этот аромат дров, я не знаю, дыма. Он с ветчиной есть, с грибами. Ну, очень вкусно. Весной и летом природа сияет и сверкает сама по себе. Но с незапамятных времен тоска по свету, блеску и ароматам возникают у людей по всему миру. Именно тихой осенью. Это желание вот уже несколько десятилетий исполняют очаровательные рождественские украшения марки Кете Вольффарт. В ней сезона адвента в маленький городок Ротенбург-Обдер-Таубер съезжаются туристы даже из Японии и США. Здесь народное искусство Эрцгебирга и рождественские украшения со всей Германии, например, из Тюрингии, создают свой собственный рождественский мир. Круглый год его представляет специалист по Рождеству Кете Вольфарт. Часы с кукушкой перекликаются с музыкальными шкатулками. Сказочные огни конкурируют с елочными украшениями. Благодаря международному успеху в последние десятилетия даже появился прекрасный ассортимент пасхальных украшений. История компании началась с музыкальной шкатулки, которую супружеская пара Вильгельм и Кете Вольфарт привезли с собой из своего дома в Саксоне в Штутгарт. Эта рождественская утварь вызвала интерес у друга американской семьи, который посетил дом семьи Олфарт на Рождество в 1963 году. Поэтому Вильгельм Вольфарт решил подарить ему такую же музыкальную шкатулку. Ему удалось найти дилера, который, однако, хотел продать ему только набор из десяти музыкальных шкатулок, поскольку Рождество уже закончилось. Вильфарт купил их и преподнес один подарок паре, которые были друзьями. По рекомендации дружеской пары он попытался продать оставшиеся музыкальные шкатулки семьям других офицеров в американских казармах, но был остановлен военной полицией за запрет продажи от двери к двери. По рекомендации сотрудников полиции, Вильфарт продал оставшиеся музыкальные шкатулки на благотворительном базаре. Это побудило Вильфарда начать собственный бизнес по производству этих продуктов и предлагать постоянно расширяющийся ассортимент на еженедельных рынках. В 1964 году они наконец-то основали свою собственную компанию в Херенберге. Для новой компании они выбрали имя Кете Вольфарт, так как Вильфарт в то время еще работал в компании по производству компьютеров. В 1977 году компания переехала из Херенберга в Ротенбург-Обдер-Таубер. Здесь был открыт первый специализированный магазин рождественских товаров. В последующие годы было открыто еще больше рождественских магазинов по всей Германии, а позднее и по всему миру. Из-за падения оборота на 75-80% в результате введенных ограничений после пандемии, короны, отмены рождественских базаров, закрытия специализированной торговли, почти полная потеря бизнеса с туристами, компания была вынуждена подать заявку на защитный щит в декабре 2020 года. Замечательная елочная игрушка, кружечка Глинтвейна. Игрушки ручной работы, поэтому и цена соответствующая. Волшебный праздник Рождества стал сегодня еще чуть-чуть ближе. В этом воскресенье к нам в дома приходит второй адвент. В этот день зажигают свечу пророчества и вторую свечу венге адвента, вифлеинскую свечу. Желаю вам провести это замечательное время с вашей семьей и близкими. На этом мое видео подходит к концу. Я вас всех благодарю за просмотр этого видео. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким. До новых встреч в новых моих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok